Проводят простейшие лечебные процедуры. Студенты колледжа питания и торговли учат, как и чем нужно кормить людей. О продуктах и их свойствах здесь знают все. А вот о том, что они сами едят вредную пищу, здесь даже и не подозревают. На днях прокуроры провели в колледже проверку и выяснили, что детей здесь кормят просроченными продуктами. В ходе проведения проверки на складе хранения продуктов питания были выявлены такие продукты питания, как было выявлено 7 наивинований продуктов питания, которые получаются с просроченным сроком годности. Данные продукты питания используются для кормления детей, учащихся данной организации. В адрес Темиртавского городского управления по защите правопотребителей было дано поручение с целью разобраться в данной ситуации. Заведующая столовой показывает склады, где хранятся продукты. Говорит, что раньше их тут было множество. Сегодня стеллажи практически пустуют. Некоторые крупы здесь изъяли. Также тут нашли просроченное молоко, кофе и чай. К негодным отнесли даже соль. Сотрудники колледжа в недоумении. Мы же сами, как повара, товароведы, что эти продукты могут продляться. Ну, сдавать их на анализ, например, подтвердить. Ну, как, что их еще можно использовать. В колледже конфуз с неправильным питанием объясняют просто. Раньше здесь кормили до 170 человек. Потом вышло постановление, что кормить бесплатно можно только малоимущих. Таких оказалось 22. Продукты закупались в начале года на всех. Не востребованные, так и остались лежать на полках. Ну, срок годности как бы еще не сильно просроченный. Я поэтому я считаю, что они не скоропорчатые такие продукты. Чай, например. Просто единственная наша ошибка, что мы не успели создать просто комиссию о том, что продлить срок годности, например. Или там списание сделать. Так или иначе, прокуроры сочли это грубым нарушением. Руководство колледжа привлекли к административной ответственности. Оно выплатит штраф почти в 40 тысяч тенге. Анжелика Волкович, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау. Мол-мол-мол-мол-мол-мол-мол-мол-мол.